Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Аигу. И в этом видео обзоре я, как всегда, хочу показать тебе white paper данного проекта. К сожалению, я не особо искал white paper на странице сайта. Я нашел его в другом месте, поэтому просто прикреплю ссылочку в описании. Поэтому, кому интересно, можете читать. Так выглядит их, собственно, white paper. Как видите, очень стильненько все сделано. Ну-ка, все как всегда, собственно, ничего тут нового нет, 33 страницы, все видим очень расписано. Минимализм, который мне лично нравится, но единственное, что мне это не нравится, это немножечко все-таки надо бы увеличить текст, потому что вот как-то так уже поприятнее. А так все хорошо, сделали свою эмблемку, не сделали, к сожалению, странички. То есть, вроде пронумеровали, да, 33 страницы, или они надеялись на вот эти страницы. Непонятно немножечко. Но в любом случае, пронумеровать страницы, мне кажется, ничего бы сложного не составило. Просто у них все углы были заняты. Ну, можно было и в этот угол вставить. В общем, это немножечко странно, но давайте поговорим все-таки о проекте. Поговорим об экосистеме проекта. Каждая карта делает сложным процесс, как платежные данные генерируются и передаются через сложную сеть честных заинтересованных сторон. Каждая сторона должна вести транзакцию через сеть карт, которая выступает в качестве центрального пункта. Таким образом, сами транзакции становятся легче, приобретают различное количество субъектов при построении протоколов. Все стороны, учитывающие в обработке транзакций, должны следовать этой цепи. Они также устанавливают плату за обмен, обеспечивая соблюдение установленных правил и условий размещения споры с членами сети. Вот как работает система в практике покупателя, желающий купить товар, чтобы начать транзакцию. Потребители запускают кредитную карту через банкомат. Платежный терминал считывает карту и передает данные для ее получения. А также запрашивают авторизацию сети кредитных карт. В свою очередь, карточка сети связывает с банком, эмитентом карты, чтобы убедиться в наличии достаточного количества средств для оплаты всех транзакций. Они также расследуют, что карта не используется неправильно и не препятствует оплате. Он разделяет код авторизации сетевой картой совместно с банком-эквивалентом. Собственно, ничего сложного. Вот информация, как раз мы подошли к информации о Толкене. Об этом я тоже расскажу, так же, как и расскажу о команде. Поэтому быстро пролистаем. Роудмап, как мы видим. К сожалению, роудмап у них не сильно расписан. Но расписан, собственно. Как видите, расписано очень поверхностно. Мы привыкли к более глубокому анализу. Но это ничего страшного. Это мелочи. Главное, что какой-то план есть. И надеюсь, что они его придерживаются. Собственно, на этом заканчивается сайт. Точнее, как сайт. White Paper заканчивается данного проекта. Надеюсь, что пригодятся мои ссылочки White Paper в описании. Сами видели, что есть в White Paper. И если вам необходимо, то изучайте его. А если нет, то ждите моих следующих видеообзоров. В них я обязательно расскажу больше информации о проекте. На этом у меня всё. Всего доброго и до новых встреч.